В данном видео я рассказываю о сведении треков. Для того, чтобы сводить треки, сначала нужно развить каждый из них на квадраты, мысленно хотя бы. Потом руководствоваться этим. Все, что я сейчас скажу, не обязательно этим пользоваться, и еще можно нарушать все это, но сначала нужно научиться делать так, как я говорю. А уж потом нарушай правил, как хочешь. Квадрат или четыре четверти — это четыре удара барабанов. Вот это один квадрат. Далее идет второй, третий, четвертый и так далее. Все это правомучно для большинства современных треков, типа диском. И так, вот эти квадраты в реальной жизни. Вот это один квадрат. Раз-два-три-четыре Раз-два-три-четыре... Раз-два-три-четыре! Раз-два-три-четыре... И так далее Вот, надо уметь выделять квадраты в треки и разбивать трек на эти квадраты. и тогда будет счастье ну вот допустим этот трек сначала тут вступление идёт это было вступление, оно вообще без ритмики а тут начинается бой барабанов соответственно вот это начало также квадраты легко определять по характерным пикам звуковой волны то есть пики приходится в основном как сказать, составлять жёсткую сетку трека вот раз, два, три, четыре ну некоторые звуки между ними лежат но они гораздо менее менее громкие итак, значит здесь мы нашли квадрат раз, квадрат, два и так далее в принципе если нажать ударные вот эти можно легко ну может как мысленно или в редакторе если он позволяет можно легко проверить правильно ли трек разбит на квадраты или нет вот они звучат вместе каши никакой нет если если трек разбит на квадраты неправильно допустим как-нибудь так будет каша а так каши нет так это значит в этом треке допустим другой трек сначала раз, два, три, четыре раз, два, три, четыре раз, два, три, четыре и так далее раз, два, три, четыре раз, два, три, четыре вот тут можно легко понять что началась совершенно другая часть ну как совершенно та же только с добавлением новых инструментов GOES'а Трет личный квадрат, то есть граница находится именно здесь, они чуть левее, чуть правее, ну довольно, интуитивно должно быть понятно, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре и так далее, далее конец трека. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре и так далее, квадраты идут, идут, весь трек из них состоит, это простой трек. Вот, а здесь барабаны кончаются, но квадраты все равно никуда не исчезают, потом снова могут барабаны появиться после этого, но вот эта ритмическая сетка, она никуда не девается обычно. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Если барабанов нет в явном виде, то надо уметь их представлять себе. Так, значит квадраты идут, группируются в основном по два или там по четыре. Вот, допустим, здесь четыре квадрата. Не изменяется композиция в течение этих четырех квадратов. Потом добавляются новые, здесь вот четыре квадрата. Здесь добавляется голос, восемь квадратов. Но они группируются по два, по четыре или по восемь. Обычно по четыре. Вот здесь еще следующая часть начинается. То есть, редко бывает, что по три квадрата, по пять. Всегда обычный по два, по четыре, по восемь. Обычно так композиция строится. Далее. Если вдруг композиция сбивается, допустим, есть какая-то яма, ну то есть уход со всем звуком куда-то там, в какой-то амбит, то придется искать квадрат заново. То есть, допустим, где-нибудь. Ну я не знаю, где здесь, где-нибудь начинается яма такая. Звук стихает и снова начинается. Ритм исчезает, допустим, что-нибудь такое. То придется искать здесь квадраты заново. Ну, ничего сложного. Далее. Квадраты идут стык в стык, допустим. То есть, не стоит накладывать... Допустим, это важно при смешении двух треков, при сведении. Вот тут видно, что вот раз квадрат. Чего-то я его так разбил неправильно. Вот это квадрат. То есть, и вот следующий квадрат. То есть, их надо состыковывать именно стык в стык, чтобы на конце одного, то есть, первый трек и второй, чтобы на конце квадрата первого трека сразу начинался второй, а они как-то не вот так вот. И не так. А именно квадрат за квадратом, без наложения. Ну, то есть, без наложения, да. Вот как звучат эти треки в миксе. Хорошо звучат. А если бы мы их смиксовали неправильно, допустим, наложили... Квадраты были с наложением небольшим, то звучит это уже плохо. Как сбой, ну, как что-то чужеродное, неприятное. Вот еще пример сдвига. Все, то есть, звучит не очень хорошо. В принципе, можно и так смиксовать. Тут уже как фантазия будет. Можно и вот так вот сюда. Вот это не очень удачно. Главное, мыслить квадратами. Для начала, по крайней мере. Теперь то же самое для программы Mix Master. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Вот он, в принципе, подсвечивает границы квадратов сам. Иногда криво, но вот этот раз правильно. вот они. Вот, здесь начинается такой энергичный момент и найти началку вот это будет совсем просто. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз. Вот, пускай трек все звучит посерединке, но в начале и в конце важно квадраты эти соблюдать. Допустим, найдем здесь границу последнего квадрата. Вот она. Раз, два, три, четыре, раз, два. Вот здесь начинается вокал уже. Допустим, вокал нам не нужен и это будет граница, под которой мы трек отсечем. Раз, два, три, четыре. Вот, это заканчивается барабан, а это уже. А это начинается новый квадрат. Сюда поставим оранжевую палку. Теперь следующий трек. Раз, два, три, четыре, раз. Ставим оранжевую полоску сюда. Вот, теперь треки у нас звучат с микси отлично. Если чуть-чуть сбить, допустим, вот эта первая доля, это вторая. Уже будет очень некрасиво. Потому что один квадрат наползает на другой. Так убить не должно. Все должно уничтожить себя пока, когда-то мы разбито.